Добрый день, дорогие друзья! 15 октября отмечается Международный день по борьбе с раком молочной железы. Именно на эту злободневную тему я сегодня хотела бы с вами поговорить. Рак молочной железы это злокачественное заболевание ткани молочной железы. Рак молочной железы занимает пальму первенства среди всех злокачественных новообразований среди женщин. Эта болезнь действительно лидирует по всем новообразованиям среди женщин в Российской Федерации. Рак молочной железы встречается во всех странах мира, во всех возрастных категориях и во всех национальностях. Но все-таки в нашей стране средний возраст заболевших женщин составляет примерно 61 год. Справедливости ради нужно сказать, что на сегодняшний день диагностируется все больше и больше заболеваний на первой и второй стадии рака молочной железы. В последние годы наблюдается значительное снижение смертности женщин от рака молочной железы. И доля женщин, которые находятся на учете у онколога 5 и более лет с диагнозом рака молочной железы, на сегодняшний момент составляет примерно 60%. Какие же факторы риска рака молочной железы? Первый самый мощный фактор риска это, конечно же, наследственность. Как понять, есть ли у вас этот наследственный фактор? И первое это развитие рака молочной железы в возрасте до 45 лет у членов вашей семьи первой и второй степени родства. Кто же это? Это мама, бабушка, тетя и сестра. Второй фактор это наличие онкологических заболеваний у двух и более кровных родственников. И здесь уже не важно, мужчина это или женщины родственники, и не важно, какие конкретно это были онкологические заболевания. Если в роду есть два и более кровных родственника с злокачественными заболеваниями любыми, то пациент находится в группе риска. И третий фактор это генетически, это мутация в генах БРК-1 и БРК-2. Вот об этих генах очень хорошо женщины узнали благодаря современной голливудской актрисе Анжелине Джоли. Как раз ее мама умерла от рака молочной железы и рака яичников. Анжелина Джоли сделала себе генетический тест, где было выявлено, что она является носителем мутации в генах БРК-1 и БРК-2. И Анжелиной было принято решение сделать профилактическую операцию по удалению молочных желез и яичников. Кстати, надо сказать, что мутация в генах БРК-1 и БРК-2 увеличивает риск развития рака молочной железы на 87% и рака яичников на 45% соответственно. Это достаточно мощный фактор риска. Вторая группа факторов риска развития рака молочной железы это гинекологический анамнез. Это раннее начало менструации у девочек до 12 лет, либо наоборот позднее наступление менопаузы у женщин старше 55 лет. Сюда же относятся поздние первые роды, когда женщине более 30 лет, либо отсутствие родов совсем. Вот, кстати, отсутствие родов совсем повышает риск рака молочной железы более чем в два раза. Нужно сказать, что кормление грудью малыша снижает риск рака молочной железы на 4% за каждый год кормления малыша. Также в группе риска находятся женщины здоровые, у которых ранее был рак молочной железы. Женщина ранее болела этим заболеванием, излечилась, и вот, к сожалению, потом следующие и последующие года она находится в группе риска по возвращению рака молочной железы по рецидиву. Также к факторам риска развития рака молочной железы относятся травмы. И здесь необходимо сделать уточнение. Конечно, если женщина однократно стукнулась, ударилась молочной железой, она не заболеет раком молочной железы. Но если речь идет о хронической травматизации молочной железы, либо о больших обширных гематомах области груди, вот такой процесс может озлокачествляться и переходить в рак молочной железы. Также к факторам риска относятся доброкачественные новообразования в ткани молочной железы. И здесь тоже необходимо сделать уточнение. Если речь идет о доброкачественных фиброденомах молочной железы, а у каждой второй женщины в нашей стране есть доброкачественные фиброденомы, либо если речь идет о кистах в молочной железе, конечно, такие доброкачественные процессы никогда не озлокачествляются. Но если мы говорим о сложных фиброденомах с уже атипической гиперплазией, то вот такие процессы могут переходить в рак молочной железы. И также в группе риска женщины, которым уже проводилось облучение молочных желез. Если у женщины, например, был рак молочной железы ранее и она проходила лучевую терапию, либо были какие-то другие опухоли, где женщина вынуждена была проходить облучение зоны молочной железы. И общие факторы риска всех злокачественных новообразований. Это, конечно же, возраст 50 лет и старше, это курение, злоупотребление алкоголем. И очень мощный фактор риска развития именно рака молочной железы – это ожирение и избыточная масса тела. Также к факторам риска относят химические вредности, ультрафиолетовое излучение. Вот, кстати, солнечные лучи – это доказанный фактор риска не только рака молочной железы, но и рака кожи, например. Поэтому, если вы находитесь в зоне, где очень активные солнечные лучи, вы должны избегать нахождения под прямыми солнечными лучами с 11 часов дня до 16.00 и обязательно использовать защитные крема, либо спреи с СПФ-защитой от ультрафиолета 50, а то и 80. Также к факторам риска относятся радиация, радиационный фон. Вот женщины, которые подверглись радиации при взрыве атомной бомбы, либо при авариях на атомных электростанциях, у них риск рака молочной железы повышается более чем в 13 раз. Ну и последний фактор риска – это наличие предраковых заболеваний, которые являются переходными между доброкачественным и злокачественным процессом и тоже влияют на развитие рака молочной железы. К сожалению, рак молочной железы не является только женским заболеванием. Он встречается и у мужчин, и называется рак грудной железы, поскольку все-таки млечных протоков у мужчины нет, но грудная железа есть. Так вот, рак грудной железы у мужчин составляет примерно 1% от всех злокачественных опухолей мужчин. Кстати, принципы диагностики и лечения рака грудной железы у мужчин не отличаются от таковых у женщин. Вот обратите внимание на эту картинку. Она облетела весь мир и, наверное, стала такой популярной за счет своей яркости и ассоциативности. Здесь изображены лимоны, лежащие в кассете, и по ним видно, что же женщина может сама у себя увидеть в зеркале. И первое, это, конечно же, уплотнение кожи, так называемый симптом лимонной корки, поэтому, собственно, лимоны здесь изображены. Сюда же относятся втяжение кожи, различные эрозии кожи, покраснение кожи. Это могут быть втяжения соска, это могут быть выделения из соска, притом любой природы. Это могут быть млечные выделения, если женщина не лактирует, либо кровянистые сукровичные выделения. Любое выделение из соска – это повод обратиться к врачу. Также могут быть деформации молочной железы, припухлости молочной железы, усиление венозного рисунка. Молочные железы могут быть асимметричные, когда одна молочная железа больше, другая меньше, одна выше, другая ниже. Одна круглой формы, другая более вытянутой. Также может быть маститоподобные формы. Это когда молочная железа резко увеличивается в объеме, становится красной, горячей на ощупь, и очень многие женщины как раз обращаются к врачу, им ставится диагноз мастита, и только при неэффективности лечения этого мастита врачу приходит в голову, что не рак ли это. Что же женщина может сама у себя нащупать, так скажем, если что-то увидела уже в зеркале, либо не увидела? Каждая женщина должна обязательно проводить самообследование молочных желез. Самообследование женщины выполняет положение стоя, руки должны находиться на поясе. И также самообследование затем проводится в положении лежа. И что же женщина сама у себя может обнаружить, нащупать? Конечно же, это опухолевый узел в ткани молочной железы. Притом этот опухолевый узел будет достаточно плотной консистенции. Рак он такой деревянистый, даже каменистой плотности. Также этот узел будет практически неподвижный, либо его подвижность будет ограничена. То есть вот такого, чтобы вы нащупали узел, и он легко катается по всей поверхности молочной железы, такого не будет. Все-таки раковая опухоль, она плотная и очень ограничена в своей подвижности. Второй симптом, который женщина должна выполнить, это из положения рук на поясе женщина должна поднять руки наверх. И вот за этим движением молочная железа за кожей и связками подтягивается наверх. И участок кожи над опухолью он остается на месте. Это так называемый симптом площадки. Когда вся кожа поднимается наверх, один участок кожи над опухолью остается на месте. И при обнаружении положительного симптома площадки необходимо обратиться к врачу. После того, как женщина прощупала правую и левую молочную железу, необходимо также пропальпировать, посмотреть у себя обязательно подмышечные впадины. Там могут быть обнаружены лимфоузлы. Это может быть единичный лимфоузел, либо уже скопление нескольких лимфоузлов в виде конгломератов. При раке молочной железы чаще всего будут увеличиваться подмышечные лимфоузлы, надключичные лимфоузлы и подключичные лимфоузлы. Что же женщину может еще беспокоить? Это не специфичные жалобы в виде быстрой утомляемости, немотивированного снижения работоспособности, апатии. У женщины может наблюдаться повышение температуры тела, эпизодический субфибрилитет, либо постоянное повышение температуры тела. Очень характерный симптом это ночные поты, когда женщина вынуждена просыпаться по ночам, менять постельное белье, вот насколько у нее выраженная ночная потливость. И еще один очень важный симптом это немотивированное снижение массы тела. Когда женщина ведет обычный образ жизни, она не находится на диете, но при этом ее вес значительно снижается. Что же делать для профилактики рака молочной железы? Вот по приказу Минздрава Российской Федерации описаны все правила скрининга рака молочной железы. Скрининг проводится тогда, когда еще нет симптомов заболевания, и есть определенный возраст, когда женщины должны проходить эти скрининговые методы. И первый возраст это 21 год. Когда девушке исполнилось 21 год, она должна в первый раз сделать ультразвуковое исследование молочных желез. И ультразвуковое исследование является методом скрининга до 39 лет женщины. Когда женщине исполняется 40 лет и до достижения 75 лет, методом скрининга становится рентгенологическая маммография двух молочных желез в двух проекциях, прямой и боковой, один раз в два года. В том случае, если женщина является носителем мутации в генах БРК-1 и БРК-2, то методом скрининга становится только магнитно-резонансная томография, и сроки скрининга сокращаются до 6 месяцев. У всех методов скрининга и диагностики рака молочной железы существуют свои плюсы и свои недостатки. Так вот, ультразвуковое исследование выполняется женщинам в возрасте от 21 года до 39 лет. И большие преимущества ультразвуковой диагностики, что она позволяет посмотреть еще и лимфатические узлы, что очень важно при раке молочной железы. А также мы можем посмотреть кровоток в новообразовании, если мы его обнаружили. И тем самым уже понять, по ультразвуковой диагностике это доброкачественное образование или это все-таки злокачественный процесс. Но ультразвуковой диагностики, на мой взгляд, существует один очень большой минус. Это результаты УЗИ очень зависят от квалификации и опыта врача ультразвуковой диагностики, которая это исследование выполняет. Маммография двух молочных желез в двух проекциях в возрасте старше 39 лет один раз в два года. И, конечно, у маммографии тоже существуют свои ограничения. К сожалению, невозможно выполнить маммографию при наличии имплантов в молочных железах. Также невозможно выполнить маммографию молодым женщинам младше 39 лет, беременным женщинам и лактирующим, кормящим женщинам. Вы можете еще объяснить, почему маммографию нельзя... Молодым? Молодым, да. Ну, могу, потому что это радиация. Давайте. Флюрографию и все остальное мы же делаем. Хотя там тоже. Ну, ничего себе, вопрос вы мне сейчас задали. Флюрографию делаем. Вот маммографию не делаем. Ну, почему? Потому что боль... Ну, хорошо, сейчас объясню. Метод маммографии не используется у молодых женщин до 39 лет по причине того, что у молодых женщин более плотная структура молочной железы. И на рентгеновском снимке не очень хорошо видно именно обнаружение раковой опухоли на ранних первой и второй стадии. Магниторезонансная томография, МРТ. У нее существуют свои показания. Это молодые женщины до 39 лет. Это женщины с наличием мутаций в генах БРК-1 и БРК-2. Тогда скрининг проводится только при помощи МРТ. МРТ еще и сокращаются сроки до 6 месяцев. Это женщины с имплантами в молочных железах. Это беременные женщины и лактирующие, поскольку при магнитно-резонансной томографии нет ионизирующего излучения. Поэтому можем повторять многократное МРТ. И это подозрение на рак грудной железы у мужчин. Тогда показано использование только метода МРТ. Конечно, у МРТ тоже есть свои недостатки. Это в основном наличие в теле каких-то металлических конструкций, металлосодержащих, может быть, аппаратов, имплантов. И из самых больших достоинств магнитно-резонансной томографии это, конечно, отсутствие облучения, что очень важно для молодых женщин, которые планируют беременность, либо уже беременные. И метод МРТ – это достаточно эффективная диагностика рака молочной железы на ранних стадиях. Что же касается лечения. Рак молочной железы – это полностью излечимое заболевание. И, конечно, первыми методами, которые были применены для рака молочной железы, это были хирургические операции. Операции могут быть органосохраняющие, то есть резекция молочной железы – это удаление части молочной железы в пределах квадранта, либо радикальная операция, когда удаляется полностью молочная железа с последующей реконструкцией силиконовыми имплантами, либо собственными тканями, когда берется кожный лоскут с передней брюшной стенки и формируется органическая молочная железа. Конечно, не функциональная, но органическая железа. Что касается таких методов лечения, как химиотерапия и лучевая терапия, это подбирается индивидуально. Конечно, у этих методов есть ряд показаний, как и противопоказаний, и решается это только врачом-онкологом, химиотерапевтами, радиологами уже совместно на консилиумах. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать об этом коварном, но полностью излечимом заболевании – рак молочной железы. Берегите свое здоровье – это самое большое богатство, которое у нас есть. Ну а всех докторов, уважаемых наших коллег, которые, возможно, тоже смотрят этот ролик, мы с радостью хотим пригласить на нашу очередную московскую сессию «Амбулаторный прием», которая состоится 25 ноября в Конгресс-зале «Согласие Холл». Очень большой блок нашей программы будет посвящен онкологическим заболеваниям, методам ранней диагностики и правилам онконостороженности врачей первичного звена. Мы с радостью приглашаем вас принять участие в нашей сессии. Будем очень рады вас видеть, рады поделиться своим опытом и услышать ваше мнение. Ну а со всеми остальными мы встретимся уже в следующих выпусках. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok